Всем привет! Меня зовут Настя и вы попали на канал Элумика. Сегодня нас ждет очень интересный анализ. Почему? Наверное потому, что мы будем сравнивать мультфильм Винкс Клуб Школы Волшебниц и Сказочный Патруль. Идея данного ролика зародилась у меня спонтанно, когда я смотрела Сказочный Патруль вместе со своим братом. Он играл в игрушки и параллельно включен был телевизор. Ну и в общем-то так я заметила Сказочный Мультфильм. После чего обнаружила большое количество сходств с Винкс. Ну и загорелась идея анализа. Что, уже интересно? Тогда давайте начнем. Сказочный Патруль это российский анимационный мультсериал для детей, созданный студией Паровоз. Транслируется с 2016 года на детских телеканалах Мульт, Ани и Тлум HD. Я смогла посмотреть 30 серий данного мультсериала и по ходу своего мини-расследования делала некоторые пометки и скрины, чтобы в дальнейшем показать вам. Начнем мы, пожалуй, с информационной справки и затронем небольшой город, который мне напомнил Магикс. Ну или Сториброк. Для тех, кто смотрел однажды в сказке, ну я думаю вы меня поймете. Мышкин. Это город в России. И что удивительно, данный город не создан фантазиями авторов, а действительно расположен в России. В самом центре Мышкина располагается удивительный мир, знакомый многим людям благодаря обычным сказкам. Мышкин это не простой, а самый настоящий волшебный город. Здесь на каждом шагу можно встретить сказочных существ, таких как леший, кот-ученый и трехголовый мышиный король. Некоторые животные, растения и даже вещи в Мышкине умеют разговаривать. Столы по праздникам накрывают скатерти-самобранки, а над головой порой может пролететь ковер-самолет или же ведьма на метле. Местные жители даже не удивляются тому, поскольку давным-давно привыкли. А вот туристов там очень много. Отбоя нет. В любое время года они уверены в том, что это лишь спецэффекты, которые созданы для развлечения. Обычно сказка и были живается в Мышкине вполне мирно. Но иногда случается и так, что они выходят из-под контроля. И в городе начинает происходить что-то совершенно невообразимое. И тогда за дело берется сказочный патруль. Не стоит тянуть, и я думаю, что уже понятно, что мультфильм хорошо продуман. Сказочный язык мне чем-то напомнил древнерусский. И на самом деле, если мы обратимся к истории древнерусской литературы, то сможем заметить, что люди в давние времена обменивались как раз-таки символами, а не словами. То же самое мы можем заметить в мультфильме на газетах, на афишах и в подземелье о богатыри русских. Основной целью мультфильма, как я думаю, является не только развлекательное, сколько познавательное направление. И знаете, несмотря на то, что мультфильм позиционирует себя как сериал для девочек, я бы советовала его к просмотру всем деткам, поскольку там очень интересно интерпретировано развитие всевозможных русских сказок. А Александр Сергеевич Пушкин является бывшим хранителем библиотеки сказок. Теперь перейдем к персонажам. Аленка, Маша, Снежка и Варя. Девчонки-защитницы, которые стали сказочным патрулем. Они стараются всячески решить все возможные ситуации, которые творятся в Мышкине. Если мы обратим внимание на каждую героиню, то сможем заметить уйму как внешних, так и внутренних сходств с персонажами Винкс. Аленка. Девчонка-заводилка, активная, веселая и всегда старается решить проблемы необычным путем. С помощью драки. Девчонка напоминает мне Блум. И да, здесь уже все очевидно. Огонь, цвет волос и странная история, которая связана с родителями. Аленка интересная девчонка и постоянно попадает в нелепые ситуации, но между тем она отважная и смелая хранительница. В поиске информации об Аленке я наткнулась на концепт-арты. И знаете, я удивилась, потому что визуально Аленка мне напомнила далеко не Блум, а Марион. Помимо внешних качеств и тех, что я затронула, Аленка мне кажется такой же непоседой, как и Блум. По крайней мере, девчонка с каждой серии, как и Блум, развивается. И я, знаете, не удивлюсь, если в конце франшизы «Сказочный патруль» она станет неимоверно сильной волшебницей. Также интересно и то, что у Аленки есть своя защитница. Да, это жар-птица, которая являлась ей во снах и спасала из всяких передряг. Аленке снились сны, в которых она вспоминала свое прошлое. Ну, а также видела видения, наполненные смыслом. То же самое получала и Блум от Дафны. Ну, чем не совпадение? Если мы посмотрим на то, что смогла создать Аленка в одной из серий, то заметим Огнекошку. Она-то мне напомнила Папа-да-бам! Рон-рон! Волшебную зверюшку Блум из Тайны Затерянного Королевства. Затем получение Аленки своего волшебного браслета. Словно первое превращение Блум в фею. Кстати, Аленка смогла обрести свою магию точно так же, как и Блум. В то время, когда у остальных феи умения превратиться в феи уже были. Маша. Умная девочка, которая обладает стихией Земли. И в ней перемешалось сразу два персонажа клуба Винкс. Текна. Потому что Маша такая же умная и все решает с помощью компьютера, техники. И является мозговым центром. Об этом пишут везде. Ну, а также Флора, поскольку девушки обладают магией природы. Однако, что касается внешности, то унаследовала Маша ее далеко не от Флоры и Текны, а от Гризельды. И если обратить внимание на этот концепт-арт, то можно сразу все заметить. Что, обнаружили сходство? Вот-вот. А вот характер нашей феи Винкс Флоры унаследовала ледяная девочка. Снежка или же Снегурочка. Внучка Деда Мороза и, по совместительству, племянница Снежной Королевы. Девочка обладает стихией воды, а именно способностью все замораживать. Снежка всегда старается решить конфликты спокойно, мирно и является очень наивным ребенком. Но что с нее взять? Ей же всего 12. Варя. Вот уж интересная особа. Она отличается достаточной вредностью и может начать спор. Но между тем она является модницей, чем напомнила мне Стеллу. В одной из серий она собирала огромные чемоданы, не могла выбрать себе вещи. И этим напомнила мне момент из восьмого сезона. Затронем же мы также другие сходства. И начнем, пожалуй, с получения волшебных браслетов. Наверное, все поклонники мультсериала Винкс знают о том, как феи получали свой энчантикс. Именно. Они жертвовали собой ради другого человека с планеты. Что же касается сказочного патруля, то тут ситуация почти идентична. Девчонки с помощью своих способностей и мозгов добывают ключи от сказочного мира. Аленка помогает печке и спасает бедняжку. Снежка принимает себя такой, какая она есть, наивной девочкой, которая пытается спокойно решить все конфликты. Варя наперекор своему характеру помогает воздушному острову своей подруги Селесты. А Маша спасает саму природу, которая интерпретирована в духе леса под видом оленя. Каждая девочка в 12 лет поступила мудро и отважно. И разумеется, их подвиги не сравнить с жертвами Винкс. Поскольку и те, и те, ну, в возрасте отличаются. Но сходство, какое-никакое, я здесь вижу. Однако плагиатом назвать не могу. Ситуации все-таки, ну, отличаются. Кстати, получение волшебных ключей-браслетов я также сравниваю с поиском камней для выхода в бесконечный океан. Волшебный же столб в королевстве Селесты я могу сопоставить со столбом равновесия. Поскольку именно из-за нарушения баланса некоторые феечки на воздушном острове могли погибнуть. Как только девчонки смогли попасть в сказочный мир, ситуация напомнила мне отправление в обсидиан. Место, где были заточены родители Блум. А путешествие по ледяному королевству Снежной королевы отправило меня на домино. Знаете, там столько всего интересного. Даже путешествие в волшебный лес мне напомнило Ленфею. А как вам, например, кролик Снежки, который просто до безумия похож на Кико? Или же детеныш Горыныча, который отправляет меня на остров драконов к Блум? Сходств на самом деле очень много. И тем не менее, мультфильм остается интересным. У него есть свои плюсы и минусы. Кстати, о плюсах. Мультфильм «Сказочный патруль» имеет рейтинги 6+. И он не цензурит поцелуи персонажей. Так в чем проблема? Почему в восьмом сезоне Винкс все они были заменены сменой кадров? И это хорошо? Наверное, все связано с тем, что на карусели рейтинг немножко приподняли. Потому что на самом деле Винкс все-таки далеко не 3+. И, в общем-то, насколько я слышала, рейтинги отличаются. Где-то 3+, где-то 6+. Это, наверное, та же ситуация, как с Sims 4. Где-то 18+, а где-то 12+. Но думаю, что вам видео понравилось. Если это так, то ставь пальчик вверх и подписывайся на мой канал. Всем удачи, всем пока. С вами была я, Элумика. Ставим лайки и подписываемся. Субтитры подогнал «Симон»!